Не дождался чуток своей славы, ты вскочил на коня неотвости. Это можно назвать современной версией «Блин». Владимир Никитин пишет баллады о героях и их подвигах. Есть те, что посвящены морякам с затонувшей подлодки Курск, 35 казакам, которые погибли в неравном бою в районе станицы Неберджаевская. Помимо этого, он пишет книги о героях. Сегодня представил две. Об Александре Прохоренко, который в минувшем году в Сирии попал в окружение боевиков и вызвал огонь на себя. А также о спецназовце Андрея Туркини. Он погиб, закрывая с собой заложников во время штурма школы в Беслане. Помимо книги о кубанце, сняли фильм. Его показали юным анапчанам. Дети должны знать историю. И детям события эти, они воспитывают в детях чувство любви к родине, чувство любви к ближнему, самое главное. Андрей родился в Ворске. Школу, затем профтехучилище, окончил в станице Динской. Учился в институте в Краснодаре. На службу в группу «Вымпел» поступил в конце 90-х. Мать героя, Валентина Туркина, сегодня живет в Анапе. Она говорит, что у Андрея было обостренное чувство справедливости. Он занимался спортом, любил животных. Это уже третий показ фильма. Первый был в Динской, второй в Беслане. Где бы мы ни показывали этот фильм, очень все слушали, затая сердце, со слезами на глазах. Очень трогательный фильм, поучительный фильм. И познавательный, и поучительный. Так что обязательно надо пропагандировать нашей молодежи таких ребят, как Андрей, чтобы они брали пример с него, спортом занимались, любили свою родину. Алена Карпенко из Гастагаевской. Учится в казачьем классе. Говорит, что от просмотра фильма у нее смешанные чувства. С одной стороны, гордость за земляка. С другой, обидно, что погиб такой человек. Надо быть смелым, умным и хорошим человеком. Никогда ничего не бояться. И вступать за свою родину. Основная цель таких мероприятий – рассказать молодежи ту часть истории страны, в которой есть продолжатели традиций русских богатырей, сражающихся за правду.